Снова я стою перед вами, и у меня нет конфликта интересов. О чём мы с вами разговариваем на самом деле? Мы говорим о стратегиях инфузионной терапии. На самом деле, вы знаете, что один из способов персионализировать жидкостную терапию, это, прежде всего, прогнозировать ответ на инфузионную терапию при помощи оценки сердечного выброса. Если у нас слишком низкие показатели из-за гипоксии тканей, например, если да, то продолжаю ли я инфузионную терапию или начинаю её. Если у нас очевидная потеря жидкости у пациента, если у нас чёткий гиповлимический шок или септический шок с вазодилатацией с отсутствием в анабросе предыдущей терапии, и, безусловно, пациент будет отвечать на инфузионную терапию в этой ситуации. И в этих случаях, в этих нескольких случаях, вам не надо прогнозировать ответ на инфузионную терапию. Но в сложных ситуациях, например, в септическом шоке, после первых минут начала септического шока, вы знаете, что введение жидкости будет эффективно приблизительно в 50% случаев всего лишь. В этих случаях вам нужно прогнозировать ответ на инфузионную терапию до того, как вы принимаете решение, начинать ли подобную терапию или нет. И мы прекрасно знаем, что в последние 20 лет большое количество тестов было создано непосредственно для принятия подобного решения. И с точки зрения этих тестов мы с вами разберём то, что есть новое сегодня на рынке, то, что было опубликовано в литературных источниках за последние приблизительно 12 месяцев, за последний год. Это как раз то, о чем я буду говорить сегодня и сейчас. Итак, классический вызов с инфузионной терапией – это очень хороший классический тест с небольшим количеством жидкости. Это очень хорошая возможность спрогнозировать ответ на инфузионную терапию. Но при этом, вы понимаете, мы также должны измерить прямой сердечный выброс. И, соответственно, вы должны мониторировать сердечный выброс. Это то, о чем я говорила в предыдущей лекции. И самый основной недостаток – это то, что это, так скажем, уже начало терапии. Это уже терапия. Это не совсем просто некий тест, некая оценка, которую мы делаем. То есть, если пациент не отвечает на инфузионную терапию, вы не можете уже вывести ту жидкость, которую вы ввели. И, соответственно, это может также привести к определенным осложнениям. Именно поэтому возникла идея, так скажем, мини-теста с введением минимального объема жидкости. И это интересно, потому что принцип тот же самый, но это только 100 миллилитров жидкости, которые вы используете в качестве такого тестового объема. И у нас сегодня все больше и больше положительных исследований с положительным ответом. Но при этом мы должны очень четко и очень точно мониторировать сердечный выброс в течение подобного теста. И вот это одна из статей, которая была опубликована с результатами этого теста. Вы видите, что 100 миллилитров крахмала дает нам очень хорошее предъективное значимость, очень высокочувствительный и числительной специфичности, и хорошая дискриминация между теми, кто отвечает и не отвечает на подобный тест. И, тем не менее, у нас могут быть незначительные изменения в сердечном выбросе и некоторые изменения параметров на эхокардиографии. Я могу сказать, что эхокардиография не является точным методом оценки небольших, очень незаметных изменений в сердечном выбросе. Я уже говорила об этом, и не так давно мы опубликовали это исследование. И это показывает нам, что самое небольшое изменение в VTI может показать нам приблизительно 10% изменения в сердечном выбросе. Меньше этого – это, по большому счету, та погрешность, которую мы измерить уже не можем. Соответственно, вот это мини-тест. И я бы хотела сказать, что то, что касается сердечного выброса, вот было опубликовано вот такое исследование с измерением сердечного выброса с параметрами. Она очень интересна, эта статья, потому что они тестировали также 50 мл введения жидкости, и, по большому счету, здесь не очень хороший объем для того, чтобы протестировать ответ на инфузионную терапию. Это, по большому счету, слишком небольшой объем, который не дает нам хорошую информацию. Но, тем не менее, этот метод мини-челлендж, он, тем не менее, требует введения жидкости. И мы можем, а можем ли мы прогнозировать ответ на инфузионную терапию без введения жидкости вовсе, без единой капли жидкости? Есть у нас вот такой тест, как вариабельность пульсовой волны или PPV. И здесь у нас большое количество метаанализов и положительных исследований, исследований с положительным результатом, и очень легко сделать этот тест. И, по большому счету, это то, что вы получаете автоматически с разнообразных мониторов. Но есть определенная проблема. Есть много клинических ситуаций, когда вы не можете использовать непосредственно этот параметр. И, например, в ситуации аритмии, самостоятельного дыхания, с низким комплаенсом и низкой волной. И, соответственно, это один из недостатков пульсовой волны. Это приблизительно 90-80% пациентов. Мы провели этот анализ среди пациентов нашего отделения, и мы обнаружили, что приблизительно в 16% случаев в отделении реанимации мы можем использовать этот тест. Вот в этой ситуации, когда мы экспериментировали с дыхательным объемом, и мы его повышали в течение минуты, и таким образом мы измеряли PPV в 6 и в 8, и вот мы измеряли разницу между этими двумя значениями. Итак, соответственно, мы повышали дыхательный объем, получали вот эту разницу, и результаты в результате были достаточно хорошими. Если у нас повышение в пульсовой волне больше, чем в 3,5 раза, мы знаем, что пациент будет отвечать на инфузионную терапию. То есть, соответственно, нам сердечный выброс уже измерять не надо. Мы можем его измерить, например, только у пациентов с АДС. И были и другие исследования, тоже с положительным эффектом. Тем не менее, нам нужна дальнейшая валидация этого метода. И вот здесь итальянское исследование, которое продемонстрировало нам, что вот этот тест с изменением объема дыхания действительно очень хорош для прогнозирования ответа на инфузионную терапию. Здесь, вы видите, PPV было изменено на 1%. Это небольшое, по большому счёту, изменение. Поэтому я, опять-таки, не уверен, что пульсовая волна, её объём является действительно хорошим методом оценки. Нам нужна дальнейшая верификация этих тестов и этих методов. И давайте теперь перейдём к изменениям в верхней и нижней половине. Я прекрасно знаю, что для вас, для клиницистов, это, по большому счёту, очень популярные данные, популярные индексы, на которые вы привыкли полагаться. Вы измеряете сердечный выброс, вы знаете прекрасно, как эти параметры получить при помощи эхокардиографии. И вы знаете, что вот эти изменения в параметрах IVC и SVC дают нам также хорошую прогнозичную значимость по поводу ответа на инфлюзионную терапию. Во-первых, что объясняет вот эти изменения в нижней половине? Что происходит? Почему, по большому счёту, она изменяется? Существуют определённые механизмы, два механизма. Когда у нас есть предварительная нагрузка, то у нас есть интермуральное давление внутри нижней полой вены. И также, если у пациента гиповолемия, и если нижняя полая вена пустая, то в этом случае она более чувствительна к изменениям в окружающем её давлении, то есть внутри абдоминального давления. И таким образом вы хорошо понимаете, что эти изменения в диаметре не только соотносятся с ответом на вот эту предварительную нагрузку, но также это комплоентность вены. Это внутриинтраабдоминальное давление, которое действительно играет очень важное значение в данном процессе. Это, конечно же, не чистый маркёр ответа на жидкость. И то, что касается подтверждений, у нас было такое огромное французское исследование, которое было проведено среди 140 пациентов. Вы видите, что зона под кривой была 0,75 приблизительно, а для верхней половины, а для нижней половины это было 0,65. Это очень низкий параметр. Ничего хорошего мы здесь не видим. И у нас вот такое очень разочаровывающее нас исследование, но при этом у нас много метаанализов, которые суммируют результаты предыдущих небольших исследований. И вы видите, что это прогрессический фактор, не хороший вовсе, потому что мы видим здесь очень разочаровывающие результаты метаанализов также. Поэтому мы должны быть очень осторожны с вот этим популярным таким индексом, при помощи которого мы пытаемся оценить ответ на инфлюзионную терапию. И рекрутмент – это то, что мы оцениваем, и то, что мы используем для оценки. И принцип очень простой. Если вы повышаете внутриэтракальное давление, то вы будете снижать прелэуд. И это означает, что эти параметры связаны, и тогда ваш пациент фактически будет зависеть от этой предварительной нагрузки. Его легко провести, но это исследование, тем не менее показывает, что пациенты под анестезией, это были пациенты, которые отвечали слева и справа, у нас пациенты, которые не отвечали. Вы видите, что сердечный выброс снижается в обоих случаях, но там, где у нас ответ на инфлюзионную терапию, он снижается гораздо больше. Но тем не менее у неотвечающих он также снижается из-за повышения внутриэтракального давления после разгрузки правого желудочка. И он, тем не менее, гораздо более значимо понижается у пациентов, которые не отвечают на инфлюзионную терапию. Соответственно, это можно использовать только, я должен сказать, для пациентов, где вы можете провести подобный маневр, например, в операционной или в отделении реанимации, только у тех пациентов, у которых показаны подобные маневры. Это означает, что это пациенты с тяжелым синдромом, и которым требуется, так скажем, поддержание сердечного выброса. Мы можем повысить уровень ПИП. И фактически было продемонстрировано в одном исследовании Михаилом Кировом. И он только что мне сказал, что это исследование будет опубликовано, или только что было опубликовано, именно поэтому я его еще не включил в свои слайды. Это исследование, которое показало, что если вы повысите уровень ПИПа, посмотрите на сердечный выброс, то вы можете легко понять, отвечает ли пациент на инфлюзионную терапию. Нет, это похоже на рекрутмент, но это гораздо более простой способ. И здесь у нас показания гораздо шире. Поэтому это может быть чем-то весьма многообещающим. Тест с респираторной окклюзией – это то, что было создано для того, чтобы, так скажем, справиться с теми ограничениями, о которых я говорил ранее. Я не знаю, насколько вы осведомлены об этом тесте, но мы его создали, базируясь на принципах того, что при механической вентиляции, при помощи положительного давления, вы видите, что при каждом раздувании мы снижаем сердечную... И это означает, что есть определенные циклические процессы в Вене. Соответственно, если мы останавливаем механическую вентиляцию, то в этом случае мы получаем нагрузочный болюс. И если... И таким образом... И это будет означать, что... В теории пациент будет отвечать на терапию. Это вот исследование, которое было еще 10 лет назад проведено, которое показывает, что если сердечный выброс повышается больше, чем на 10% в течение 15 секунд, и респираторная окклюзия, мы можем сказать, что пациент будет отвечать на инфузионную терапию с достаточно высокой долей чувствительной специфичностью. Вот это анализ пульсовой волны при помощи устройства ПИКа. Я могу сказать, что это достаточно легко можно провести. и мы останавливаем ручную вентиляцию, и мы... Механическую вентиляцию, и вы видите, что у нас есть параметры, которые повышаются достаточно быстро. И вы видите, что здесь у нас идет постоянное измерение сердечного выброса, которое делает этот тест еще более, так скажем, простым. И на самом деле это не всегда можно сделать, потому что, возможно, это можно сделать при помощи кардиографии. И я показывал вам до этого вот этот метаанализ, который мы только что закончили, с Франческой Гадали, и который показывает, что если вы возьмете все 13 исследований с подобным респираторным окклюзивным тестом, то вы получите достаточно хорошие параметры. И вы видите... Давайте посмотрим на их кардиографию и респираторную окклюзию. Мы ожидали, как и в предыдущем исследовании, что у нас будет повышенный ударный объем. Но мы также провели, так скажем, респираторную окклюзию. На уровне плато давления мы ожидали, что ударный объем будет понижаться у тех, кто отвечает на инфузионную терапию. Соответственно, если вы посмотрите на все эти изменения в ударном объеме, то в этом случае у нас будет изменение. Это гораздо более значимо у пациентов, которые отвечают на инфузионную терапию. Результаты исследований у нас на этом слайде. Если вы посмотрите на повышающееся ВТ, пороговое значение – это 4% повышения сердечного выброса, что, в общем-то, не очень много. Особенно если... Это нельзя уловить при помощи эхокардиографии. Это ниже порога ее чувствительности. Если мы добавим повышение во время вдоха и выдоха, то у нас, тем не менее, будет достаточно хорошая зона под кривой. И порог здесь будет уже 15%. Соответственно, это уже совместимо с точностью эхокардиографа. Техника является недостаточно точной, безусловно. Она разумна. И вполне разумно, так скажем, добавить туда некоторую задержку дыхания, выдох на вдохе и на выдохе. И, соответственно, при помощи изорогиального доплера вы можете получить похожую точность, схожую с эхокардиографом. Достаточно легко все это оценить. Безусловно, это невозможно, если ваш пациент не может... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И также это требует мониторинга и оценки сердечного выброса. И то, что касается последних наших разработок, это пассивный подъем ноги. Я подемонстрирую несколько подробнее этот тест. Есть определенные недостатки этого теста. Во-первых, он требует прямой оценки сердечного выброса. Если вы этот тест проведете, только оценивая артериальное давление, то в этом случае у вас будет очень много ложно-отрицательных результатов. И, соответственно, с существующими техниками, какую же из них я бы выбрал для того, чтобы провести тестирование. И вот, по большому счету, это то, что мы создали вместе с Жан-Люком два года назад. Вы можете использовать анализ пульсовой волны. Это очень легко для того, чтобы оценить. Изофагиальный доплер можно использовать не так уж это и легко в отделении интенсивной терапии. Также вы можете использовать... Если у вас нет инвазивного монитора, то вы можете это использовать. И также вы можете использовать дыхательный объем. Сосудистый доплер, я думаю, здесь не работает, но я надеюсь, что я покажу вам платисмографию. Через некоторое время это очень простой СПО-2 сигнал, который мы измеряем ежедневно у наших пациентов. Фактически, этот сигнал СПО-2 делится на два момента. Это пульсовая часть или пульсовая порция и вторая порция, которая не пульсирующая. И у нас есть индекс перфузии, API, который является производным вот этой формулы. И на мониторах Филлипса вы можете как раз получить этот индекс. И есть две детерментанты этого индекса, которые очень легко запомнить. Во-первых, это вазомоторный тонус. Если есть вазоконстрикция, то, безусловно, пульсотильность будет понижаться. Мы все это знаем у наших пациентов. Но также ударный объем. Вы это можете сами сделать. Если вы, например, поставите датчик на кончик пальца и сделаете маневр вальсальва на несколько секунд, то в этом случае амплитуда СПО-2 будет снижаться. И это, прежде всего, связано с речным выбросом. Соответственно, мы хотели бы знать, вот эта амплитуда СПО-2, она действительно могла бы помочь нам оценить пассивный градиент. И в этом исследовании, которое мы опубликовали несколько месяцев назад в журнале «Клитическая медицина», вы посмотрите на пациентов слева. Во время вот этого пассивного теста с поднятием ноги индекс ПИА был повышен, так же, как и сердечный выброс. И он не менялся у тех пациентов, которые не отвечали на инфузионную терапию. И это не идеальный, конечно же, предиктивный фактор. Но и вы должны быть осторожны, потому что есть пациенты, у которых мы не можем получить данные по этому индексу из-за очень тяжелой вазоконстрикции, например, как у большинства пациентов. Но и также из-за нестабильных сигналов, которые мы не поняли. У пациентов не было аритмии. И я полагаю, что это наши всего лишь предварительные результаты. Но, возможно, они дают нам, открывают дверь во что-то очень интересное, потому что, возможно, они позволят вам оценить изменения в сердечном выбросе, фактически, при помощи датчика СПО2. Соответственно, у нас много-много новых мониторов и возможностей оценить эффекты. И, в конце концов, у нас есть вопрос ограничения теста. Дело в том, что их не очень много, но и тест сам не очень хорошо исследован на данный момент. И в течение нескольких лет у нас поднимался вопрос интерабдоминальной гипертензии, потому что если у нас есть гипертензия, то в этом случае компартмент, телевизионочный компартмент фактически подвешен компрессии, и поэтому нам у нас меньше объема, который будет передаваться или, так скажем, смещаться при помощи подъема ноги. И, соответственно, в то время была выдана такая теория, и недавно мы продемонстрировали, что действительно так и есть. Вот это работа Александра Абертона, которая была опубликована буквально несколько месяцев назад в журнале «Игипетическая медицина». Вы видите, это те, кто отвечает на инфузионную терапию. Сердечный выброс повышается. И вы видите здесь «ВЕ» — это Volume Expansion для распределения объема. Вот здесь у нас гипертензия. Дело у пациента с интерабдоминальной гипертензией. Сердечный выброс повышался, и тест с пассивным подъемом ноги имел очень ограниченный эффект. И мы классифицируем всех пациентов на отвечающих и не отвечающих. Для того, чтобы это сделать, мы поняли, что у тех, кто отвечает на инфузионную терапию, не будет изменений при подъеме ноги. Это означает, что внутриэбидоминальная гипертензия индуцирует в некоторых случаях ложнонегативные результаты при подъеме ноги. И это очень важная информация, потому что мы знаем очень высокую распространенность интраабдоминальной гипертензии среди наших пациентов. Вот это одно только исследование. Здесь не очень высокая, конечно же, пропорция отрицательных результатов. Нам еще это все предстоит подтвердить. Но, тем не менее, это некоторая информация, которую мы должны принять сведения. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, профессор. Можно я задам тогда короткий вопрос? Как вы полагаете, роль CVP или давления в центральной линии – это то, что меняется в ответ на респираторные или артостратические тесты? И это действительно то, что следует исследовать на будущее в ответ на некоторые тесты, например, пассивный подъем ноги или изменение в давлении при вдохе. Да, действительно, это было исследовано. Я полагаю, что изменение в давлении в центральной вене будет… Все это не так просто на самом деле, потому что фактически мы знаем, что теоретически у пациентов с положительным ответом на инфузионную терапию CVP не должно повышаться. То есть это давление в центральной вене должно повышаться. И вот это вот среднее давление повышается, и градиент между этими давлениями, и также повышается сердечный выброс. А там, где нет ответа на инфузионную терапию, этого повышения вы наблюдать не будете. И CVP повышаться до того же уровня, не будет градиента, и, соответственно, не будет тока. Вы видите, что изменения в давлении в центральной вене, они логичны, но это не то, что ранее полагали люди. Я полагаю, что именно поэтому давление должно меняться больше. И вопрос, тем не менее, заключается в том, что каковы значения изменения и амплитуда. только одно исследование Макдерма, которое вы можете найти в Пабмеде, в журнале «Критическая медицина». 1991 года, очень старое исследование, которое никогда не было, результаты его никогда не повторялись. Он как раз говорит о том, что это повышение давления может быть ответом на... Хорошо, тогда поблагодарим еще раз профессора.